Господа, Антонио здесь. Сегодня мы поговорим про джинсы. Как найти идеальную пару джинсов? Я дам вам 5 советов, 5 ступеней. Если вы им последуете, будьте уверены, что, скорее всего, вы найдете лучшую пару для вашего телосложения, ваших нужд и всех других дел, потому что я уверен, когда вы найдете лучшую пару, чем вы купите несколько пар. Давайте я расскажу историю почему. Итак, мой друг, очень близкий друг, его зовут Райан. Он тренируется, заботится о себе, и он нашел бренд, который просто создан под его фигуру. Он обожал эти джинсы, он носил их везде, достаточно долго, и закончилось тем, что порвал или что-то произошло, и не потому, что они плохо сидели. Смысл в том, что компания перестала делать подобные модели под его фигуру. По разным причинам он менял модели пару лет. Так получилось, что исчезли его любимые джинсы. Он был в шоке. Он не хотел заморачиваться, перемерять разные модели джинсов. Он зашел на ebay, выбрал несколько пар, купил их все, в два раза дороже, чем те джинсы, которые он купил тогда, но он был счастлив. Он был счастлив, потому что, когда ты покупаешь идеальную пару джинсов, жизнь становится лучше. Когда вам нужно быстро что-то надеть, пойти куда-то, вы сразу наденете их. Да и блейзеры будут кстати. И в связи с этим, друзья, хочу вам представить мод энд боу. Благодаря им вы смотрите это видео. Это отличная компания. Я ношу их джинсы уже полгода. Хочется сказать, что для большинства из вас найдется идеальная пара джинсов. Зайдите на страницу о технологии производства. Я ставлю ссылку на их сайт и эту страницу. Они рассказывают о применении смолы, как они отпаривают их в печи, как они обрабатывают до ним. Отличная информация для тех, кто хочет знать больше. И опробуйте их в систему домашней примерки. Итак, первый совет. Они должны правильно сидеть. Сразу скажу, если вы достаточно большой или мускулистый парень, вам сложнее найти ваш бренд. Однако я хотел бы увидеть в комментариях, какие модели могут подойти этим парням и что вы носите сами. Вам нужно перепробовать много вариантов. У большинства из вас есть любимый бренд, которым вы пользуетесь 15 или 20 лет. Но дело в том, что ваше тело меняется. Идите в магазин, померьте несколько моделей. Компании, как Моттен Боу, делают это достаточно просто. Вы можете мерить модели бесплатно. Но если не хотите заказывать, идите в торговый центр и выберите пять разных брендов одного размера. Потому что таким способом вы определите, как сидят на бедрах, уровень посадки на талии, все основные моменты. Особенно в области талии. Это самая важная область. Остальное будет легче. Если они будут длинными, не страшно. Отнесите к портному, он их укоротит. Что уж точно не нужно делать, это оставлять их длинными. Я это ненавижу. Вы знаете, о чем я говорю? Это обычно стертые, драные на нити, потому что на них наступают. Не делайте так, не будьте тем парнем. Итак, мы обговорили, что джинсы должны правильно сидеть. Я также оставлю ссылку на инфографику, где вы увидите, как должны сидеть джинсы. Второй пункт. Выбирайте правильный покрой для вашей фигуры. Друзья, я сделал таблицу, в которой пять разных телосложений, пять наиболее распространенных покроев джинсов. Напишите в комментариях, что вам подходит. Я хотел бы это узнать. И перейдем к третьему совету. Смотрите на материал. Вы слышали много терминов, такие как «селведж», «роденим», что учитывается вес. Итак, по-быстрому. Селведж происходит от конкретного типа ткацкого станка. Обычно лучшие привозят из Японии. За ними долгая история. Они были модными в 50-60-х годах. Они шились на таких станках, как на картинке. И сейчас некоторые компании продолжают пошив в США. Но также отличная ткань приходит из стран, как Турция. Роденим обычно такая же ткань, как и у большинства джинсов. Просто значит, что они не проходили водную обработку, и поэтому обычно они цвета очень темного индига. Что касается различного веса, обычно мы увидим 340 грамм и меньше. Это легкий вес. От 340 до 450 – средний. Свыше 450 – тяжелый. Сейчас вы найдете от 100 грамм до 1 килограмма. Не нужно заходить в такой экстрим. Я считаю, что самые тяжелые, которые вы можете выбрать, весом 500 грамм. Легкие – 250 грамм. Большая разница в весе скрывает за собой, что очевидно, воздухопроницаемость, прочность, как должна выглядеть драпировка, как вы хотите носить. Все это учитывается для выбора материала. Четвертый совет – будьте стильным. Поговорим, что определяет стиль. Очень важен разрез в штанине. Вернемся в 60-е, 70-е. Подрез колокольчиком, но в наше время наиболее распространен клеш. Очевидно, для обуви. Видите, немного собирается в складки. Не забываем про скини, о безразмерных джинсах и прямой покрой. Мне лично нравятся прямые джинсы, они подходят моей фигуре. Не забываем смотреть на нижнюю область. Также посмотрите на посадку. Низкая посадка была наиболее популярна в 80-х и 90-х. Компании, как Эбергроми и Фич, буквально зажгли. Я не думаю, что это лучший выбор для мужчин, особенно если 30 и больше. Тогда это не для вас. Хотя, если у вас 6 кубиков на прессе, вы отлично выглядите, тогда да. Но если у вас небольшой живот, низкая посадка не для вас. Дайте знать в комментариях, если кто-то не согласен. Обратите внимание на некую специфику этой индустрии. Плотницкие джинсы. Если вы не плотник, я не рекомендую их покупать. Также, что касается разных видов обработки. Я рассказываю об этом подробнее в статье на Real Men Real Style, но учтите, что существует сотни, если не тысячи видов обработки. Перейдем к пятому пункту. Универсальность. Я сделал быстрый переход, потому что я хочу рассказать о самых универсальных джинсах, которые могут быть в гардеробе. Особенно, если вы только собираетесь купить несколько пар идеальных джинсов. Мне нравятся темно-синего цвета. Они оказались невероятно универсальны. Сочетаются с большей частью одежды. Вы можете спокойно их надевать. Если взять светлые оттенки тканей, в большинстве случаев они будут более повседневными. Вы не сможете их надевать так много. Черные джинсы. Туда-сюда. Их довольно сложно сочетать с одеждой. Серые будут сочетаться со многими вещами. Сюда бы отнес и цвета хаки. Достаточно универсальны, и подойдет ваш гардероб. Вернемся к главному пункту. Номер один. Сфокусируйтесь на том, как они сидят. И снова. Моутенбол. Отличная компания. Почему они мне нравятся? Потому что они это понимают. Поэтому они создали услугу, благодаря которой вы можете выбрать джинсы. Если не уверены с размером, что делать? Вы можете заказать еще одну пару без дополнительной цены. Они пришлют вам обе пары, и вы можете вернуть пару, которая вам не подошла. Итак, мне приятно, что эта компания сфокусировалась на первом пункте. На чем нужно сфокусироваться и вам. И тогда вы купите идеальную пару, господа. Итак, у меня есть тонна дополнительной информации. Я хотел бы увидеть в комментариях, что вы думаете об идеальной паре джинсов. И увидимся в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok